Привет, с вами Вилсаком. Держу пальцы крестиком на всех конечностях, очень боюсь глазить, но один за одним следуют громкие релизы на iOS. В основном это переиздания старой и не очень классики, но это замечательно больше серьезных проектов на мобильные устройства. Сегодня поговорим о инди-шедевре 2010 года игры Limbo, которая в эксклюзивном качестве приходит на мобильную платформу от Apple. Побежали! Скидки всем подписчикам от партнера и магазина applejesus.ru Limbo это мрачный двухмерный сайдскроллер, в котором потрясающая атмосфера и огромное количество задач, в том числе основанных на физике. По словам создателя игры, проходить вы их будете с помощью проб, ошибок и смертей. Умирать придется действительно часто, решение пазлов как правило нетривиальное и все это вместе сделало игру одним из бриллиантов-самородков 2010 года. Как такового сюжета в игре нету, здесь еще и открытый финал, что порождает огромное количество споров, в том числе и по повествовательной части игры. Разработчики хранят гробовое молчание. Есть такая теория, что здесь использована концепция католического лимба, которая впервые возникла в божественной комедии Дамба. Это место, куда попадают души детей, которым не нашлось, опять же, пристанище в аду, чистилище, либо раю. Ну вот такие вот есть концепции. Может быть это просто сон мальчика, а может быть он находится в коме, но черт его знает. В любом случае на своем пути он будет встречать огромных монстров, всевозможные препятствия, которые нужно будет как-то преодолевать. И нам этим, собственно, и нужно будет заниматься. Сразу скажу, в игре совершенно потрясающее управление. Сделали просто вот на супер-пупер. И я даже не буду его показывать, потому что буквально одним пальцем все управляется. Вы бегаете, прыгаете и взаимодействуете с игровым миром. Настолько интуитивно понятно, что буквально через какое-то время вы вообще растворяетесь абсолютно вот в этом мире. И все окружающее вас пространство трансформируется. Ну в общем какая-то такая вот знаете благодать игровая. Очень рекомендую, кстати, играть в Limbo именно в наушниках. Потому что атмосфера и вот этот вот давящий эмбиент, который происходит на заднем плане, он, конечно же, ну прям до мурашек. Я не знаю, вот может быть у меня какое-то совершенно особое впечатление от этой игры, но мне действительно нравится. Самое здоровое то, что опасность подстерегает на каждом углу. И когда казалось бы, что все позади, оно на самом деле только начинается. Вы можете задаться естественным вопросом, зачем покупать Limbo на iOS, если она пройдена десятки раз на том же Xbox. Вы знаете, когда я написал в твиттер о том, что Limbo доступна в App Store, мне прилетело достаточно много меншинов с примерно таким содержанием. Это игра шедевр. И несмотря на то, что она десятки раз пройдена там в Стиме и на PlayStation, есть ощущение, что ее надо пройти еще столько же на iOS и вообще погрузиться в эту атмосферу. Limbo это действительно штучный продукт, который заставит вас отойти от суеты, я не знаю. Но это вот, знаете, не поиграть в Limbo, это действительно кощунство. Поэтому ноги в руки в App Store и качаем. Единственный минус, то что игра стоит 4 доллара 99 центов, либо 169 рублей на наши деньги. Зато занимает всего 120 мегабайт и пойдет на всех актуальных iOS девайсах. Именно поэтому игра получает заслуженные 5 звезд. Здесь, кстати, есть гейм-центр, будет чем заняться. Жалко, что нет эксклюзивного контента, но также нету никаких инэп-покупок. 5 долларов это конечная стоимость игры. Хорошая оптимизация, удобное управление. В общем, не поиграть в Limbo, себя не уважать. А с вами был Вилсиком. Подписывайтесь на канал, вступайте в нашу группу ВКонтакте, подписывайтесь на мой твиттер. И 5 июля с хэштегом Вилса Лимба разыграем пару версий этой замечательной игры. Пока.